Юрий, здравствуйте! Какую компанию вы представляете? Я руководитель Российского Союза переработчиков дикоросов. Мы занимаемся заготовкой дикоросов, их переработкой, ну а также реализацией. Чтобы понимание, дикоросы это дикорастущие грибы, ягоды, орехи, ну и соответственно различные вкусные и полезные продукты на их основе. То есть вы занимаетесь сбором, последующей переработкой и продажей, либо же есть поставщики, с которыми вы работаете? Есть поставщики, которые являются членами Союза и для того, чтобы они могли комфортно работать, Союз ведет свою работу. То есть получается вы некий агрегатор, вы собираете всех поставщиков и собираете всех тех, кому необходим данный товар, и они между собой на вашей площадке ведут некую торговлю, обмен. Да, совершенно верно, потому что в основном дикоросы произрастают в Сибирь, Дальний Восток, Север России и маленьким, небольшим семейным предприятиям, фермерским хозяйством сложно достучаться до покупателя. Соответственно мы для них сделали агрегатор покупайродное.рф и сейчас его запускаем, чтобы люди в городах могли комфортно себе приобрести разные вкусности, полезности, произведенные, можно сказать, в глубинке, самым натуральным способом из натуральных продуктов. Правильно я понимаю, что вы помогаете таким образом расширить географию продаж для мелкого хозяйства? Совершенно верно, да. Мы именно этим и занимаемся, чтобы не было, скажем так, барьеров, несмотря на то, что у нас страна большая, ну потому что люди же хотят купить не только у нас в стране, ну и иностранцы охотно покупают там различные вкусности, там сибирский мед, варенье из сосновых шишек, ну и много другого. Мы поддерживаем отечественного производителя, получается. Абсолютно верно, причем, ну не просто даже производителя, а именно вот тех людей, которые живут в деревне, живут в селе и зарабатывают себе на жизнь своим личным трудом, трудом своей семьи. Юрий, я бы сказал, что вы занимаетесь некой экономическо-гуманитарной миссией, можно сказать так. Помогаете людям? Ну, вы знаете, любой, я так думаю, предприниматель, бизнесмен, который работает ответственно, он, конечно, занимается еще и гуманитарной, несет себе гуманитарную миссию, ну и, соответственно, помогает людям. Ну что, спасибо вам за такое содержательное интервью и успехов вашему делу. Спасибо, я желаю в вашей программе тоже иметь много подписчиков. Вы делаете тоже нужное и важное дело. Спасибо, ребята, удачи. Спасибо.